Выехали он с ребенком месячным, и второй 13,5 лет выехали. Не знаю, война, говорят, будет, Бог его знает, что мы ничего не знаем. Когда выехали? 19 ночи мы приехали в Таганрог, сняли жилье там. Но снимать постоянно мы не можем, потому что снять там 2000 рублей стоит. Вы сами сначала за свой счет снимали? За свой счет. Перестали снимать, приехали, посоветовали нам в пансионат этот попасть. Не знаю, что, только мы оформляемся. Что будет дальше, мы не знаем. А вообще есть какие-то средства, на что жить сейчас в России, не надо уехать? Какие у нас средства? Какие у нас могут быть средства? Копейки, какие были, все, что взяли с собой. Ребенок на смеси, все уходит на питание. Короче, ужас. Мы не знаем. А вот эта помощь, которую власти российские выплатить обещали? 10 тысяч. Оформляем. Вот только начали оформлять. Сейчас пойдем. Счет лицевой откроем. У меня же паспорта российского нет. Только ДНРовский. Как проходили границу, расскажите? Ужасно проходили границу. Через Успенку мы ехали. Ну как, людей очень много. В основном все с детьми, старики. Тяжело допирались. Ну мы как по льготной очереди, конечно, нас пропускали. Но все равно границу пока пересекли, прошло где-то часа четыре. Все. С баночками, с кляночками. В общем, надеемся на лучшее. Надеемся, хотим, чтобы побыстрее был мир в стране. Мы устали уже. Мы хотим жить в своих квартирах, просыпаться в своих кроватях и жить спокойно. Мы устали. Помогите, закончите войну, пожалуйста. Путин, кто-нибудь. Закончите, помогите нам. Сядьте за столы переговоров. На дворе 21 век. Прошу вас, остановите этот беспредел, дайте нам спокойно жить. С маленькими детьми. Мы хотим мира. Все, нам ничего не надо. Восемь лет вот этого непрекращающегося ужаса в нашей жизни. Мы хотим ходить на работу, работать, жить спокойно, воспитывать детей. Все, извините, я пойду.